Галина Милишенко, фельдшер выездной бригады скорой помощи Новозыпковской ЦРБ. В федеральном эфире рассказывает, 25 тысяч из госбюджета обещали за работу с коронавирусными и якобы не дают. Запись сделана в мае. Мы связались с главврачом Новозыпковской ЦРБ. Он пояснил лично, Галина Милишенко федеральную дотацию за апрель действительно не получала, а вот за май выплатили. Главврач объясняет причину. За апрель она не получала, потому что она не принимала участие в лечении или транспортировке ни одного больного с коронавирусом. За май она получила полностью этого с Милишенко, а полностью получила за май. По одному постановлению, а по второму она получит за фактически отработанное время. Как по методике все. 25 тысяч Милишенко в мае действительно получила. Правда, понимания у фельдшера, что это за деньги, все равно нет. 25 тысяч, но я вам говорю, я не понимаю, что это за сумма. Я ее не понимаю, откуда это деньги. Понимаете, это из со всех бюджетов, из одного бюджета. Что мне продолжать требовать? Как они истолковывали? Я ничего вообще не понимаю. Разъясняем. Фельдшер до 10 мая была в отпуске, однако 22 числа получила выплату в 25 тысяч. Ровно столько, сколько выделяет федеральный бюджет на каждого медика, работающего с больными COVID-19. Наверное, Галина поспешила давать интервью федеральному каналу. Факт остается фактом. Выплаты идут. Напомним, решением губернатора все сотрудники скорой помощи Брянской области получают не только федеральные, но и региональные стимулирующие выплаты. Врачи дополнительно из областного бюджета по 30 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры 15 тысяч рублей, водители скорой помощи 10 тысяч рублей. Чтобы медики понимали, какие деньги и за что они получают, с персоналом лично встречается директор департамента здравоохранения области Андрей Бардуков. Областным властям важно убедиться, что материальная поддержка доходит до каждого. Андрей Бардуков пообщался с медиками из областного госпиталя ветеранов, проинспектировал выгоническую ЦРБ, встретился с медиками Трубчевска. Пообщался и с коллективом Новозыпковской ЦРБ в планах другие районы региона. Медики правильно задавали вопросы, касающиеся выплат денежных средств, стимулирующего характера, заказания медицинской помощи ковидным пациентам. Рабочая встреча прошла штатно. Все вопросы, которые касались регулирования по выплатам, мы разрешили. Лично я же, потому что, во-первых, так более трезво оценишь ситуацию и реально можно оценить то положение дел, которое происходит сейчас в наших больницах. Конечно, когда они видят первое лицо здравоохранения в Трубчевской области, то диалог более доверительный выстраивается, и люди с пониманием относятся ко многим вопросам. Потому что, когда начинаешь хоть беседу разъяснять по выплатам, то часть вопросов они сами по себе, как говорится, отпадают. Все выплаты в соответствии с двумя постановлениями правительства 415 на 484 мы выполнили в полном объеме. Абсолютно и даже досрочно мы выплатили. В целом у коллективов внимание в отношении заработной платы есть. Кто, кому, за что и за какие особые условия труда должны мы заплатить. В целом на выплаты брянским медикам, работающим на передовой, направлено более 362 миллионов рублей из федерального бюджета, плюс 100 миллионов стимулирующие выплаты из областной казны. Андрей Мамошин. События.